Здравствуйте! Как всегда в это время, по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыков. Например, программа сегодня идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Добрый вечер, Юрий Николаевич. И первый вопрос такой, собственно, из-за которого мы сегодня предприняли внеплановый прямой эфир. Дело в том, что многие, наверное, знают, а многие жители еще и не знают, что с 1 сентября нынешнего года во всех районных поликлиниках Московской области прекращают работу регистратуры. Эксперимент этот начался в некоторых муниципалитетах Подмосковья еще в прошлом году, в Москве даже два года назад. Но, тем не менее, теперь уже окончательно бесповоротно с 1 сентября регистратур не будет. Ну и, естественно, вопрос такой, а как теперь можно будет записаться на прием к врачу? Ну, во-первых, я хочу сказать, что все эти мероприятия происходят в рамках информатизации системы здравоохранения Московской области. Эту работу система здравоохранения Щелковского муниципального района ведет уже на протяжении двух лет. Дошел черед до упрощения системы записи к врачу. Ликвидация как таковой регистратуры, конечно, ее не будет, она будет, но она будет выполнять немножко другую функцию. Значит, с 1 сентября, повторюсь, во всех поликлиниках нашего района, во всех лечебных учреждениях нашего района, пациент может записаться к врачу только в электронном виде. Либо позвонить в колл-центр губернатора Московской области по телефону 8 800 550 50 30. Звонок бесплатный, он многоканальный, через него люди пожилого возраста, те, кому неудобно и кто не может по определенным причинам воспользоваться системой интернет, гаджетами, эти пациенты могут записаться на прием к врачу. Кроме этого, скажу, что, безусловно, все лечебные учреждения и ко всем врачам в этих лечебных учреждениях открыта запись через интернет и в поликлиниках на ресепшн во всех будет стоять информат. Это электронная система, где как в банке примерно приходишь и посредством номера своего полиса обязательного медицинского страхования, можно записаться к любому врачу. Многие уже знают, те, кто пользовался этой системой. Кто не пользовался, скажу, что во всех поликлиниках у информатов у нас с еще прошлого года находятся дежурные администраторы поликлиники, которые оказывают помощь пациентам для записи и для неподведенных технических проблем с работой этого устройства. Поверьте мне, что никаких сложностей в записи нет. Бояться этого, конечно, не нужно. Нужно привыкать. Это позволит, конечно же, не стоять в очереди, безусловно, в регистратуре. Это позволит сократить время пребывания и позволит быстрее все-таки прийти реально к врачу на прием. То есть очереди непосредственно к врачу тоже должны сократиться? Конечно, конечно. Значит, регистратура, она остается, но она будет выполнять функцию доставки медицинских карт к врачу. Мы знаем о том, что уже с 1 января этого года пациенты не получают медицинскую карту на руки. Этим занимается регистратура, специалисты, которые относят врачу заблаговременно. И врач при приеме пациента, карточка уже лежит у него на столе. И, конечно же, регистратура будет, как таковая, заниматься прикреплением людей к данному медицинскому учреждению. Для того, чтобы пользоваться услугами данного медицинского учреждения, к нему нужно прикрепиться. То бишь находиться в базе, которая распознает по полису обязательного медицинского страхования, распознает данного пациента и позволяет тем самым записаться к тому или иному врачу. Ну а прикрепление к поликлинике происходит, как и раньше, по месту жительства? Конечно. По месту жительства, по месту регистрации и по месту прикрепления жилых домов к территории, на которой находится лечебное учреждение. Ну а если человек зарегистрирован или прописан, как мы раньше говорили, скажем, в соседнем регионе или в соседнем населенном пункте, а постоянно проживает вот у нас в Щелково, может он встать на учет здесь? Значит, он встать здесь на учет не может, но попасть к врачу он обязательно может. Для этого и есть дежурные администраторы, которые с помощью специальной системы заносят экстренных пациентов, которым нужно немедленно попасть по той или иной причине к данному специалисту и таких людей, о которых вы сейчас сказали. Кроме этого, с 1 сентября появляется новая функция в системе электронной записи. Мы помним о том, что раньше, чтобы попасть к специалисту узкой направленности, мы должны были обязательно пройти через участкового терапевта. Сейчас эта система упрощается к многим узким специалистам, как, например, врач-акушер-гинеколог, отоларинголог, педиатр, терапевт, уролог, хирург. К этим врачам уже буквально сегодня можно зайти и посмотреть. В электронной системе данного лечебного учреждения есть талоны и открыта запись к этим врачам. То бишь мы упрощаем эту систему. Но обращаю ваше внимание, что остается функция записи врач-врач, потому что при приеме того или иного специалиста он в меру своей компетенции определяет, к какому врачу данному пациенту необходимо дальше прибыть. И посредством системы электронной записи он записывает на тот или иной день к тому или иному специалисту. Так же делает и, конечно же, участковый врач-педиатр, и так же делает участковый врач-терапевт. Такая функция остается, поэтому пациентам тоже не нужно опять спускаться, опять перезаписываться. Врач сам его направит к тому или иному специалисту в то время, которое есть у данного специалиста свободно. То есть вот эта система врач-врача имеется в виду не обязательно терапевт, направляет к специалисту, может быть, специалист направит к другому специалисту, скажем, эндокринолог, хирургу и так далее. Юрий Николаевич, попрошу вас еще раз, если можно, повторите номер телефона, вот этого колл-центра губернаторского, может быть, не все успели записать. Я повторю, значит, телефончик бесплатный колл-центра губернатора 8 800 550 50 30. И вот такой вопрос, вы назвали, да, три способа записи к врачу. Как вы сами думаете, какой наиболее эффективный из этих трех? Вы знаете, например, если взять меня конкретно, да, то мне удобнее записаться посредством системы интернет, да. Значит, придя в поликлинику, я реально сам знаю, что никаких сложностей нет записаться через информат, да. То бишь, мало того, у информата есть такая функция, как сканирование полиса медицинского страхования. Прикладываешь к скану и высвечивается на экране ваша фамилия, имя, отчество, место проживания. Вы только выбираете функцию и врача, которому вам необходимо записаться, и получаете эту услугу. Я бы еще хотел сказать, что в меру того, что, конечно, мы четко понимаем на сегодняшний день, что не для всех категорий, да, это 100% удобно, все способы, да, и, конечно же, зачастую у нас есть одинокие пожилые люди, которые проживают сами, и, конечно же, тут много вещей мы на сегодняшний день прорабатываем вместе с социальной защитой населения, да, для того, чтобы соцработники могли оказывать помощь таким людям. Кроме того, мы на сегодняшний день прорабатываем с учреждениями культуры и, в частности, с библиотеками города и района в целом, это услугу бесплатную, безусловно, да, по оказанию услуги записи через интернет, которые есть во всех библиотеках района, записи через интернет к врачам в лечебное учреждение. То бишь, мы всецело проводим сейчас эту работу со всеми категориями, мы проводим встречи с общественными организациями, ветеранскими организациями, для того, чтобы разъяснить, чтобы люди не поддавались панике, чтобы облегчить их участь в данном случае, и они не чувствовали дискомфорта в записи к врачам в лечебное учреждение нашего района. То есть, ну так, если упрощая, для того, чтобы записаться на прием к врачу, надо сходить в библиотеку. Можно и так. И сотрудники библиотеки помогут. Помогут, да, то бишь, и тут даже если говорить немножко на отвлеченную тему, да, то мы тем самым привлекаем и к библиотеке людей, да, там очень много интересного, очень много. Сейчас новый стандарт библиотек мы вместе с правительством Московской области реализуем, поэтому есть что посмотреть, есть что почитать, да, есть на что посмотреть, потому что мы проводим очень много мероприятий, и коллеги, мои коллеги с удовольствием помогут, да, людям, которым эта помощь нужна в данном случае в записи к врачу. Ничего здесь я не вижу особенного, да, мы в социальной сфере именно работаем на это, чтобы помогать людям в разных сферах их жизни и деятельности. Ну вот, тему тогда, наверное, мы эту сейчас сменим, да, звонков от зрителей нету, о том, могли бы звонить и возмущаться, как же так, мы без регистратуры теперь будем жить. Но пока тишина, и может быть это и хорошо, тем более, что вы так все понятно, доходчиво объяснили, предлагаю не оставлять тему здравоохранения, но поговорить немножко о другом, о том, в каком состоянии сейчас находятся наши поликлиники, больницы в Щелковском районе, как шел и идет и будет идти ремонт, потому что не секрет, что, конечно, многие поликлиники, особенно старых годов постройки, в не очень хорошем состоянии находятся. Предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет, было совещание у главы района Алексея Васильевича Вала именно по ремонту медицинских учреждений, о том, что сделано и какие еще недостатки встречаются. Давайте посмотрим, потом продолжим разговор. Осторожно, ремонт! В пяти щелковских больницах и поликлиниках завершены ремонтные работы. Они осуществлялись в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. На совещании в администрации подвели промежуточные итоги. Так, завершены работы в Щелковской и Монинской подстанциях скорой помощи, Медвежьей озерской амбулатории, участковой больницы села Трубино, а также в городской поликлинике номер 3. Однако не везде ремонт проведен достаточно качественно. По некоторым объектам у главврачей к строителям ряд замечаний. Плитка, вот та самая травмоопасная, она очень скользкая по всему пандусу выложена. В прошлый раз доказал, я помню, они так и не устранили. Нет, КРАД не устранил и даже не собирается, потому что их независимая экспертиза сказала, что это не их вина. Для того, чтобы предотвратить травматизм, мы уложили коврики резиновые, антискользящие. Продолжается ремонт в районных больницах номер 1 и номер 2. В первой предполагается отремонтировать входную группу и регистратуру стационарного отделения. Однако работы так и не начались, и контракт со строителями пришлось расторгнуть. Также запланирован ремонт в поликлинике. А вот замену кровли уже произвели. Во второй больнице завершен ремонт входной группы взрослой поликлиники. Ведутся работы в хирургическом отделении и детской поликлинике. В планах лороделение и урологическое. Проведение ремонтных работ будет и дальше держаться на самом тщательном контроле. Алексей Валов поручил ускорить темпы. Пробуксовка в таком деле непростительна. Сейчас взять на самый тщательный контроль. Остались самые теплые, так сказать, деньки, которые позволяют нам побыстрее делать ремонт. И внутренние, и наружные. Зимой уже опять ничего не получится. Вкратце уже знаем, какие объекты готовы, отремонтированы. Какие еще предстоит сделать. Если можно, Юрий Николаевич, более подробно, что предстоит сделать в ближайшее время по медучреждениям района? На самом деле программа по капитальному ремонту системы здравоохранения в нашем районе реализуется с прошлого года в рамках программы здравоохранения Подмосковья. У нас очень много объектов включены в эту программу по годам реализации. В прошлом году, честно признаемся, что мы эту программу не в полной мере выполнили. Объекты перешли плавно на реализацию этого года. А с чем это было связано? В частности, это было связано с нехорошей подготовкой проектно-смертной документации, которая возвращалась очень много раз на доработку. И, конечно же, мы этим очень сильно обеспокоены. Мы видели сюжет совещания главы района с медицинскими учреждениями и администрацией Щелковского муниципального района, которая поручена контролировать ход ремонтных работ в учреждениях здравоохранения. Много мы сталкиваемся с проблемами в этой системе. Мы понимаем, что ремонт в системе здравоохранения – это очень ответственное задание, потому что там есть очень много особенностей, очень много требований специфических к помещениям, в которых проходят и операции, и в соответствии с анпинами чистые комнаты. То бишь здесь нужно подходить очень серьезно и плотно. На сегодняшний день мы продвинулись, мы считаем, неплохо в этом направлении. На сегодняшний день в реализации у нас ремонтные работы идут во второй центральной больнице нашей городской. Реально вышли на объекты по корпусу Лору. Полностью целый корпус освобожден, идет капитальный ремонт этого корпуса. До конца года этот корпус полностью будет сдан. Кроме этого, на сегодняшний день у нас идет облицовка фасадов всего больничного городка, второй больницы. Он будет красивым для глаза, он будет такой же, как перинатальный центр, в одном стиле. На сегодняшний день идет благоустройство территории. То бишь будет заменено все асфальтовое покрытие, все бордюры, благоустройство, стоянка внутри. Мы знаем, какой сейчас неприглядный вид в этой больнице. Кроме этого, мы с нетерпением ждем, надеемся, что буквально завтра, и мы держим это на ежедневном контроле, выйдет из экспертизы смета по урологическому отделению в терапевтическом корпусе. И в ближайшее время мы приступим к капитальному ремонту этого отделения, которое очень нуждается в капитальном ремонте. Это большой объем для этого одного учреждения. И сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы попросить наших жителей района с пониманием все-таки отнестись к тому, что делается в системе здравоохранения относительно капитальных ремонтов. Будут неудобства. Будут, конечно же, работать строители. Где-то будет шумно, где-то будет немножечко, может быть, пыльно. Конечно, сотрудники будут делать все возможное, чтобы минимизировать эти неудобства. Но я прошу, конечно же, с пониманием к этому отнестись. И еще хотел бы сказать, что все корпуса, которые мы сейчас ремонтируем, все входные группы, они будут оборудованы в соответствии с нормами доступной среды. Для инвалидов-колясочников, для маломобильных групп. Хочу сказать, что и в хирургическом корпусе, и в терапевтическом корпусе будут заменены лифты. И эти корпуса будут доступны. И еще одно, на мой взгляд, все-таки правильное решение. В урологическом отделении будет оборудована отдельная палата для инвалидов-колясочников. Они очень много раз к нам обращались. Мы, безусловно, приняли во внимание вместе с Министерством здравоохранения Московской области. И такая палата будет оборудована. Кроме этого, в первая больница у нас в этом году будет сделана в поликлинике на Фрунзе регистратура и входная группа в соответствии с утвержденным брендбуком Министерства здравоохранения Московской области. И на улице Краснознаменской, стационар, там будет проведен капитальный ремонт детского отделения. Детского отделения, он нуждается в этом ремонте. И неврологического отделения, второй этаж и третий этаж. И полностью вся входная группа, безусловно, с доступной средой для того, чтобы можно было комфортно добираться малым мобильным группам. Кровельное покрытие в этом году уже закончено. В этой больнице текла кровля, мы его закончили. Теперь приступаем к ремонту конкретно самой больницы. Кроме этого, в этом году у нас в планах до конца этого года завершить капитальный ремонт медсанчасти в новом городке. Там была военная медсанчасть. Выделены бюджетные сигнования и до конца года эта медсанчасть будет завершена. Также у нас очень большие планы по городскому поселению Монина, по больнице поселка Монина. На сегодняшний день находятся в экспертизе документы. Очень непростая тоже была работа. И она завершается. И там выделены значительные средства для ремонта как поликлиники, так и стационара. Жители очень много жаловались на состояние стационара. У нас было и обращение к президенту Российской Федерации. Поэтому мы надеемся, что эти работы будут выполнены и в этом году, и большая часть запланирована в Монинской больнице на следующий год. Потому что объем очень и очень значительный и по финансовым средствам, и по объему выполнения работ. Поэтому планы на этот год до конца года еще грандиозные. Мы держим вместе все на контроле. Глава по главе и контролируют это каждую неделю на строительном части. Подрядчики и в среду, и в субботу отчитываются. Мы в субботу выезжаем на площадки, смотрим. Кроме этого мы завершили ремонт и установку компьютерного томографа во второй больнице. Это долгожданное тяжелое оборудование, мы так его называем, в медицине. Уже начал работать? Все готово. Он готов к работе. На сегодняшний день специалисты завершают переподготовку работы на этом уникальном оборудовании. И я полагаю, что в течение двух недель, так как это оборудование сверх, скажем так, компьютеризировано, и оно, конечно, требует лицензирования в своей деятельности, мы получим лицензию и приступим к работе. Поэтому мы потихонечку, шаг за шагом делаем все возможное, чтобы преобразить учреждения здравоохранения, конечно, благодаря правительству Московской области, бюджету Московской области, у нас в Щелковском муниципальном районе, потому что уже много-много лет, конечно, этому не уделялось должного внимания. И еще один объект – это детская поликлиника на Пролетарском проспекте, дом 5. Там тоже приличная сумма денег для капитального ремонта. Это на первом этаже жилого здания. Там затяжка происходила из-за того, что жители были против определенных технических решений проектантов. В конечном итоге был достигнут консенсус. Жители согласились с теми, потому что понимают важность объекта. И там тоже будут оборудованы и пандусами, и доступная среда, потому что это коляски с детьми. И, соответственно, вентиляция, которой сейчас там нет. И приведение в порядок этой поликлиники. Поэтому работаем напряженно вместе с главврачами, с Министерством здравоохранения. Надеемся, что все у нас в этом ключе получится. Вот вы упомянули компьютерный томограф во второй больнице. А вообще, как у нас обстоят дела с обеспечением современным оборудованием медочереждений? Вы знаете, на сегодняшний день на самом деле есть жалобы жителей, и они обоснованы. И мы, конечно же, бьем тревогу и обращаемся в Министерство здравоохранения Московской области. И министерство нас слышит. На сегодняшний день у нас есть проблема с флюорографом. И в первой больнице на Фрунзе, и во второй больнице на улице Парковой. Значит, на сегодняшний день во второй больнице на улице Парковой флюорограф старого образца. Он очень часто ломается, ремонтируется, хватает его ненадолго. Вот решением правительства Московской области в этом году до конца ноября в первой больнице на улице Фрунзе будет установлен новый флюорограф. И в следующем году во второй больнице тоже будет установлен новый флюорограф. Кроме этого, мы подали заявки на новые маммографы. Это очень важно и очень нужно для того, чтобы качественно и эффективно проводить диспансеризацию. Диспансеризацию в больницах, да, чтобы эффективно проводить. И в поликлиниках, безусловно, тоже, чтобы проводить эффективно диспансеризацию, которая очень важна для первичного выявления тех или иных заболеваний у наших жителей. Юрий Николаевич, вот сезонная, так скажем, акция, это естественно ежегодная вакцинация против гриппа. Сейчас еще у нас сезон не настал в болезни, но тем не менее, наверное, уже готовятся наши врачи к ней. Когда начнется первая волна вакцинации? Готовы ли мы к ней, я имею в виду, наличие вакцин? На сегодняшний день, уважаемые жители района, самый период проводить вакцинацию против гриппа. Мы помним с вами 2015 год, очень непростой год для нашего района со смертельными исходами. Мы помним очень непростой год, 2016, когда мы в экстренном порядке проводили вакцинацию все выходные на всех массовых точках скопления людей, потому что был превышен порог заболеваемости гриппом. Это очень важно. И я сегодня абсолютно с полной уверенностью заявляю о том, что вакцинация началась в Щелковском муниципальном районе. Вакцина как взрослая, так и детская есть в наличии в медицинских учреждениях, бесплатная. Каждый гражданин может привиться от гриппа. Мы призываем к этому. Мы хотим, чтобы в первой волне, конечно же, мы отработаем этот вопрос на уровне управления. Это все сотрудники социальной сферы, которые имеют контакт с жителями очень большой. Параллельно с 1 сентября во всех образовательных учреждениях начнется вакцинация детского населения, для которой тоже вакцина в район поступила. На сегодняшний день 7 тысяч доз вакцины есть. Все, весь персонал учреждений здравоохранения к этому готов. Конечно же, с детьми это определенный порядок, это согласие родителей, законных представителей. Эту работу каждый классный руководитель начнет выполнять с 1 сентября. Мы будем вести активную информирование в СМИ для того, чтобы обеспечить надежное прохождение эпидемпорога в нашем районе и максимально исключить риски. Спасибо, Юрий Николаевич. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Ордионов. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Ордионов. Мы говорим о проблемах здравоохранения в нашем районе. Ну и вот, чтобы закончить эту тему, о будущем поговорим. Говорили о ремонте, о вакцинации, о том, что регистратуры прекращают работу в поликлиниках с 1 сентября. Но, в общем, события ждем уже очень давно. Я имею в виду открытие перинатального центра. Уже не первый год наша телекомпания освещает подробно практически все этапы строительства. Сейчас уже ввод в эксплуатацию. Насколько я знаю, на завтра запланирована, вроде как, уже официальная сдача, официальное открытие. Я предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет небольшой о том, каким он был, скажем, еще две недели назад. А потом перейдем непосредственно к работе этого центра. Давайте посмотрим видеосюжет. Объект, открытие которого с нетерпением ждут не только жители Щелковского района. До сдачи перинатального центра действительно остались считанные дни. Здесь уже ничто не напоминает стройплощадку, кроме, пожалуй, небольшой части территории медицинского учреждения. Одно из самых заметных изменений последнего времени завершен демонтаж здания старого роддома. На этом месте предполагается построить экопарковку для транспорта. Внутри все практически готово к открытию – таблички, указатели, сигнализации. Медперсонал заканчивает обучение работе на новейшем оборудовании и обживает помещение. В штат перинатального центра порядка 180 человек, примерно 40% уже на месте. Остальные только и ждут, когда главврач вызовет их на работу. В субботу работы в перинатальном центре вновь проконтролировал зампред правительства Московской области Максим Фомин. Провел совещание, отметил, что готовность помещений должен принимать непосредственно медперсонал. Если обнаружатся замечания, чтобы подрядчик все быстро исправил. Я считаю, что трудностей здесь нет никаких. Объект готов. Надо только где-то что-то подмазать, подклеить. Я дал поручение, чтобы за неделю все замечания медицинского персонала были сняты. Я хочу, чтобы этот центр наш, один из самых крупных, таких пять по области, чтобы он заработал, мог заработать через неделю. Юрий Николаевич, прошло уже две недели с момента того, как снимали этот сюжет. Действительно все готово к открытию? Готово. На самом деле готово. С завтрашнего дня в тестовом режиме перинатальный центр города Щелково начинает работу. С завтрашнего дня женская консультация начинает свою работу в перинатальном центре. Если кто-то не знает, говорю о том, что привычное место дислокации женской консультации города Щелково меняет свою прописку. Теперь консультация будет у нас в перинатальном центре для удобства работы полностью центра. И мы ждем с нетерпением сообщений о первых пациентах и о первых родах в гордости, наверное, не побоюсь этого слова, в Московской области и, конечно, для Щелковского района. Мы видели на картинке, мне даже показалось, что на картинке он не так хорош, как наяву. Медперсонал максимально сделал все возможное и невозможное, чтобы пациенты себя чувствовали очень комфортно. Поверьте мне, я был буквально на днях в перинатальном центре, смотрел. Мы оказываем содействие, оказываем помощь в рамках своих полномочий. И я был приятно удивлен, как персонал относится к тому, что нужно сделать в кратчайшие сроки. И он это сделал и начинает свою работу. Поэтому очередное приятное событие Щелковский район ждет. И надеюсь, что теперь не только Щелковский муниципальный район, но и близлежащие районы, пациенты, молодые мамочки и вообще мамочки будут рожать только в перинатальном центре города Щелков. И я думаю, что... Главное, чтобы мест всем хватило. А вообще рожать-то можно завтрашнего дня или еще пока в тестовом режиме? Можно. То есть кто готов, милости просит. Милости просит. Спасибо, Иль Николаевич. Но давайте мы медицинскую тему закончим. Перейдем к не менее важной, наверное, теме. Это 1 сентября близится. У нас буквально через 2 дня все пойдут в школу. Но как у нас подготовка к школе проходила? Я имею в виду, конечно, готовность учебно-образовательных учреждений к Новому году. И как проходил ремонт в течение лета? На самом деле для образовательных учреждений лета это не пора отдыха, а это пора подготовки к Новому учебному году. Мы еще в январе месяце 2017 года себе поставили задачи на время летний каникул по подготовке учреждений образования к Новому учебному году. Безусловно, хочу сразу сказать, что проблем очень много. Очень много задач, очень много требований, новых, современных требований. Конечно, на все моменты, безусловно, денежных средств не хватает. Но все-таки нам в этом году удалось из средств местного бюджета, средств бюджета Московской области особая благодарность депутатскому корпусу района, депутатскому корпусу Московской областной думы, которые выделили депутатские наказы на подготовку к Новому учебному году. Хочу сегодня, пользуясь случаем, сказать огромное слово благодарности депутатским корпусам городских и сельских поселений, которые еще в январе месяце приняли, на мой взгляд, правильное решение на то, чтобы освободить от земельного налога учреждения образования. И все эти денежки до копейки пошли на подготовку к Новому учебному году. Порядка на сегодняшний день, порядка 160 миллионов мы потратили в целом на систему образования, она большая у нас, на подготовку к Новому учебному году. На сегодняшний день, как в предыдущем сюжете, остались буквально штрихи, мазки, где-то что-то подклеить, где-то что-то подмазать. В целом система образования к Новому учебному году готова. Кроме этого, мы готовы и к отопительному сезону. 100% учреждений есть на это соответствующие акты готовности, принятые теплоснабжающими организациями. И мы надеемся, что 1 сентября дети придут, не надеемся, а уверенно, дети придут в подготовленные образовательные учреждения. Весь персонал на месте. Педагогическая конференция вчера проведена. Все заряжены на работу, на позитив и на успех. Ну, а я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как шел ремонт в некоторых школах нашего района. Ремонт в разгаре. До начала нового учебного года осталось почти три недели. А это значит, что в образовательных учреждениях полным ходом идет подготовка. За ее темпами и качеством следят в администрации района. В Сирковской школе пока не узнают ни раздевалок, ни вестибюля. Но к 1 сентября работу планируется завершить. Получать знания в этом году сюда придут около 700 ребят. В Сирковской школе первый раз, когда я ее присидел, было достаточно сложное положение. Школа достаточно возрастная. Все практически износили все стены. В Сирковской школе у меня на особом контроле. Есть еще ряд школ, которые тоже придут под мой особый контроль. Думаю, что в течение трех лет мы сделаем их нормативными. Выделенный консолидированный бюджет на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году составляет 115 миллионов рублей. Сумма больше, чем в прошлом году, что позволяет приступить к устранению всего, что удалось выявить в ходе дефектования. Задача сделать так, чтобы ребята получали знания и занимались в максимально комфортных условиях. В плавательном центре «Нептун» 12-й школы обновили чашу бассейна. Старая плитка уже начинала осыпаться. Ее заменили. Идет ремонт и в лицее номер 14 имени Юрия Гагарина. 1 сентября сюда придут 774 ребенка. Учреждению удается сохранять обучение исключительно в первую смену. Под учебный класс переоборудовали библиотеку. Ну вот цифра, которая прозвучала в сюжете, немножко меньше, чем вы назвали, потому что я сразу оговорюсь, что репортаж снимался еще месяц назад, в самом конце июля. Денег выделено больше, ремонт произведен практически во всех школах, которые нуждались. Ну вот опять же, в сюжете Алексей Васильевич сказал, что в течение трех лет мы доведем некоторые школы. Он не назвал номера. Какие еще школы нуждаются в ремонте? Как сказал Алексей Васильевич? Привести к нормативам. У нас на особом контроле, конечно, сельские школы. Это школа биокомбината сельского поселения Анискинская. На особом контроле школа в Литвинова, школа в Трубино, сельские школы. На особом контроле сельская школа в Огонево, хотя она на сегодняшний день неплохой произведенный ремонт, но есть еще проблемы, поэтому с этим будем работать. В городском поселении Свердловский школа имени Марченко требует, конечно, капитальных вложений. В целом, конечно, каждое образовательное учреждение каждый год требует средств для того, чтобы обновлять, освежать. Это косметические. Это да, да. А те школы, которые я назвал, конечно, требуют капитальных вложений, поэтому мы готовим предложения для правительства Московской области, для Министерства образования Московской области, для вступления в программы. Будем, безусловно, выделять и средства из местного бюджета. Хотел бы еще сказать, что в этом году в рамках подготовки к новому учебному году Алексей Васильевич Валов поставил задачу разработать и осуществлять в течение трех лет программу «Дорога к школе». Это безопасные подходы и маршруты движения детей в образовательные учреждения. Она уже реализуется. В этом году будет сделана школа номер один, номер два, номер три и гимназия с школы номер шесть и бассейн «Нептун». Это дорожное полотно, это ограждение, это освещение. Говорю, что в четырех образовательных учреждениях будут сделаны дорожные работы, а в семнадцати учреждениях до конца года этого будут выполнены работы по освещению, по современному освещению в рамках программы «Светлый город». И в течение трех лет состоит задача, чтобы ко всем образовательным учреждениям Щелковского муниципального района дорога была безопасной, удобной и доступной. Ну а «Нептун» это который на Первом Советском? На Первом Советском. Потому что на Гагарина, там вот как раз в репортажном показании там уже все привели в порядок. Ну и теперь давайте подведем итоги летнего отдыха детского, которые были в муниципальных лагерях. Какие-то отличия были в этом году при организации досуга детей в этих учреждениях по сравнению с прошлыми годами? Конечно, да. На сегодняшний день я хочу сказать, что очень символично мы сегодня с вами находимся в студии. И сегодня как раз в лагере юноармеец был крайний день, ну последний день четвертой смены летнего отдыха оздоровительного. Детки сегодня уехали по домам готовиться к первому сентября. А вчера, наверное, с каким-то чувством немножко грусти закрывал четвертую смену в лагере юноармеец. У детей масса позитива, они довольны. И, конечно, это очень радует. В этом году летняя оздоровительная кампания отличалась от прошлого года. Особенности это то, что в этом году мы провели международную смену в лагере юноармеец. Нас посетили делегации и отдых детей был организован наряду с нашими детками из Белоруссии, Польши и Молдовы. Смена была потрясающей. Мы эту практику будем продолжать в следующем году. Кроме этого, наши побратимы из Словении, буквально два дня назад наши ребята вернулись из отдыха в республике Словения. Полная восторга от отдыха в Словении. В этом году впервые на уровне правительства Московской области был организован отдых в парке Патриот. У нас две смены наших ребят отдыхали в парке Патриот. И, конечно, тоже очень понравилось. И надеемся, что эта практика будет продолжена в следующем году. Конечно, не могу сказать, что не могу обойти вниманием наш лагерь «Лесная сказка», который с успехом провел три тематические смены. И в целом в этом году мы еще будем подводить общий итог на уровне руководства Щелковского района всей летней оздоровительной кампании. Но хочу сказать, что она, во-первых, отличалась от прошлого года. Во-вторых, количество детей, охваченных отдыхом, увеличилось. И это нас не может не радовать. Мы будем стремиться еще к большему охвату детей. Начнем работать над этим. Начнем думать, как это сделать. И уверен, что работают в этой сфере профессиональные люди, которые вместе с нами сделают все возможное, чтобы следующий год был не менее успешным. Чтобы проиллюстрировать ваши слова, предлагаю посмотреть еще один короткий видеосюжет о том, как закрывалась международная смена в лагере юнормейц. Новый опыт яркий самый. Впервые старшеклассники из Белоруссии, Молдовы и Польши на протяжении двух недель дружили, отдыхали и занимались спортом со сверстниками Щелковского района. Третья смена в лагере юнормейца вошла в историю как первая международная. И название получила соответствующая – «Дружба без границ». Летние дни были расписаны по минутам. Задумка организаторов заключалась в том, чтобы дети максимально контактировали между собой. За это время молодые люди познакомились с достопримечательностями Щелковского района, свершили экскурсионную поездку в Московский Кремль, музей авиации, музей кукол. Не менее интересна была и в самом юнормейце – игра в лазертак, спортивные турниры, мастер-классы. Финальным аккордом традиционно стали залпы праздничного салюта. Лагерь «Юнормеец» – это то место на карте Щелковского района, куда непременно хочется вернуться. Как известно, «Юнормеец» у нас лагерь круглогодичный. Какие программы готовятся уже сейчас, допустим, на осенние каникулы, на зимние? Конечно. Лагерь сегодня закрыл свои двери в рамках летней оздоровительной кампании. Но коллеги начинают плотную работу по подготовке к осенней смене. Буквально только сегодня мы вели переговоры о том, что в осеннюю смену мы ждем в лагерь «Юнормеец» не только ребят из Щелковского муниципального района, но и ребят из Республики Крым, которые хотят посетить в рамках всероссийского проекта «Юнормеец» наш гостеприимный Щелковский район и лагерь «Юнормеец». Поэтому будем надеяться, что и осенняя смена, и особенно зимняя, и весенняя смена, и, как я вчера сказал, уже и летние смены 2018 года ждут ребят со всех уголков Щелковского района, ну и не только. Потому что мы, проанализировав тех ребят, которые были в этом году на отдыхе, мы увидели, что наши ребята приглашают своих друзей, своих родственников к нам в Щелковский район для отдыха. Им это очень нравится. Ну а мы, безусловно, горды тем, что мы можем на таком уровне организовывать летний оздоровительный отдых. Юрий Николаевич, у нас осталось буквально две минуты до конца программы, но не могу обойти вниманием еще одно значимое событие в летней жизни нашего района. Это, конечно, я имею в виду фестиваль «Душуновские маневры», который с каждым годом становится все ярче и больше. Если можно, в двух словах, какие-то особенности в нынешнем году, чем отличились «Душуновские маневры»? В этом году «Душуновские маневры», конечно же, отличались от предыдущих лет. Мультиэпоховость фестиваля была сохранена, но в этом году мы ставили перед собой задачу на фестивале провести фестиваль фестивалей всех клубов-реконструкторов не только из Московской области, а из Российской Федерации. Потому что мы сами знаем, что наш проект участвовал на протяжении всего года в всероссийских конкурсах и завоевывал не одно, а несколько раз призовые и первые места, и мы этого добились. Коллективы приехали, и это было, безусловно, особенностью этого фестиваля. И те, кто был, они сразу же отметили именно это. Мы провели великолепный фестиваль «Пряника», и это тоже жители оценили. Конечно, мы провели ряд реконструкций. Сразу скажу, что немножечко помешала во второй день погода, шел проривной дождь, но несмотря на погодные условия, фестиваль состоялся. Фестиваль состоялся и, на мой взгляд, успешно был проведен. Очень много было положительных отзывов от жителей района, и мы уже готовимся к следующему фестивалю, и надеемся, что он пройдет не менее успешно, и будем искать те изюминки, особенности для будущих событий. Спасибо, Юрий Николаевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время перейти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Юрий Ордеонов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!